28 и 29 ноября первыми встречаем Новый год во Дворце Украина. Новый год во Дворце Украина. Вот оно, самое честное, неподкупное и справедливое жюри. И вы слышали их оценки. Еще раз. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Спасибо за то, что голосуете за нашу пару. Это, конечно, очень красиво, очень. А когда будет выступать Дидзель Цибульска? Сегодня без них. Сегодня бенефис Булитко. Бенефис? Бенефис? Я думал, он дикусар. Слышь, Егорчик, а скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, у него с ней было? У него? Не, не, не было. А у нее с ним? По-любому. Интересный он человек, а? Вначале Билык, потом Булитко. Он что, всех на Б, что ли, выбирает? Да, Бережок, ты следующий. Так, а ну-ка, скажи мне, у тебя с ней это серьезно или так? Потанцполил и отфутболил? Саша, это просто мой танцевальный партнер. А не слишком ли много у тебя партнеров, а, Викуся? А может, по 50 за знакомство? Хороший парень. Разобьешь ему сердце, я тебя знаю, что сделаю? Александр. Димон. Мне, кстати, тоже танцевать ничего не мешает. Да, все. Не надо этим хвастаться. Здрасте. Всем привет. Зря ты, Саня, так про танцы. Я вот тоже в танцах со звездами участвовал, даже до финала дошел. Мы там были самая красивая пара. С Никишиным? В какие-нибудь Кишиным? Я первый раз только в дизель-шоу потанцевал. Слушайте, ребятки, а я когда-то был ведущим шоу «Танцы со звездами». На один плюс один? Не, оно тогда на СТВ выходило. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, вот это вот... Вот это зараза, она с канала на канал переходит. С этим надо что-то делать, ребята. Всем привет. Ребята, на ее месте должна была быть я. М-м-м, узнаю троещинскую школу танца. Угу. О, да. Ну, я вообще-то думаю, да я думаю, все остальные тоже считают, что Вика и сама неплохо справляется. А, нет, я не про Викуську. Я про ту балериншу. Что? Ну, которая... Если вы свое фондю... Засунете мое каптандю... Так... Кто это говорит? А, режиссер? А я думала, это я такое трындею. Ну, янка, ну, янка. Не, похоже. Что, похоже. Окей, если я на балерина, тогда я буду Владом Ямой. Егор, ты будешь очень большая яма. Ага. Ой, слушайте, а я тогда буду этим как он. I love it, I love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it. Слушай, мы с тобой столько лет вместе, я не знал, что ты прямо как Гомес. Чего? В смысле, английский знаешь? Знаю, знаю, да я. А мне вообще, если честно, то все это жюри похер. Правильно говорить, кухар. А. И этот меня, знаете, кто бесит, этот? Сосиска Гномика. Сосиска Гомес? Ой, нет. Сыска, он лапочка. И этот еще сильно раздражает. Влад Яма. Ой, нет. Влад, он... А, нет, тут все правильно. Ой, ой. Ой, а мне так нравится ваше шоу. Мне кажется, вы там лучшая пара. Досмотрел я эти ваши танцы. И что? Слушай, ну я такое видел, стыдно рассказать. Что? Там два мужика прямо вдвоем. Да ладно? Ну да, танцевали прямо. Ну и что? Может быть, у них просто партнерш не хватило. А до них две бабы танцевали вдвоем. То есть, получается, это их личное решение. А этот Гомес им десятку вкатил за это. I love it, love it, love it, love it, love it, love it. Слушай, давай по-русски, а то я что-то очкую уже. О-о-о-о. Жень, ты чё, телефон на виброрежим поставил? Сколько ещё будут длиться эти ваши танцы? Ну, у меня, знаете, сколько денег уходит с телефона? Да ладно тебе, чё тебе жалко? Семь гривен за нашу Вику. Нет, семь гривен мне на Вику не жалко. Я просто сто смс-ок за ку-ку-ку-юка отправляю. Ку-ку-юка? Зачем? Егор, не зачем, а на ку-ку-я. Я объясню. Просто это единственный человек, фамилию которого я могу произносить заикаюсь. Ку-ку-юк. А я вот за Вику целых сто смс-ок отправил. Это ты, кстати, красава. Да. У меня только один вопрос. Нахрена ты их мне отправил? Вайбер, блин. Ой, Егор, Дитя передавал тебе большое спасибо за то, что ты спас его во втором эфире. Я? Да, с твоего телефона за него больше всего смс пришло. А, это когда я сел на телефон. Выходит, я с задницей спас задницу Ци-Цио. Красавчик. Ребятушки, я хотела сказать, что теперь без Димы я на сцену выходить не буду. О, понятно. Ничего себе. Вика, ты что такое говоришь? Ты помнишь вообще, где мы тебя подобрали и где ты могла бы быть? Где? Где? Где гусары молчать? Так, короче, вот этого вот персонажа у нас в шоу не будет, все, иди отсюда, иди. Саша, Саша, вообще не тебе решать. Дорогие зрители, если вы хотите, чтобы Дима остался у нас в дизель-шоу, отправляйте свои смс. Так, Вика, перестань. Да, правда, пора уже заканчивать этими вашими танцами. Я не хочу, чтобы Вика выиграла. Почему? Ну, Вика, ты подумай. Ты выиграешь по традиции. Тебя выберут президентом. Ну, и кто в дизель-шоу останется? Ну. Слушайте, нет, это получается, что если Вика станет президентом, то Дима Дикусар будет первой леди? Ребята, вы перестаньте, ну что вы, они шутят. Ну, ладно, ладно, действительно, хорош. Вика, если ты так просишь, окей, пускай Димон остается. Будет у нас между номерами танцевать, а что нет? Ну да, три Жени у нас есть, теперь два Димы будет. Да, зато в нашем шоу теперь будет еще и красивый мужчина. Ой, ой. Ну, пусть и не белорус, но это... Поправимо. Так что, Дима, добро пожаловать в шоу. Я сейчас не понял, а с каких это пор россияне приглашают в украинское шоу? А что, нельзя что-либо? А потому что нельзя. Дебята, не надо. Стоп! И только попробовав... Яна! И только попробовав себя в другом шоу, Я поняла, как мне дорого любимое, семейное, доброе, наше... Дизель шоу! Дизель шоу! Дизель шоу! Дизель шоу! Дизель шоу! Мы здесь веселимся, и всех веселим, Забраем, настроим, зальем, зарядим, Садитесь удобнее перед экраном, Со всей семьей на любимом диване, Наши женщины любят, мужчины и дети. Мы самое доброе шоу на свете. Дизель-шоу! Дизель-шоу! 28 и 29 ноября. Первыми встречаем Новый год во Дворце Украина. Это, конечно, очень красиво, очень.